Мы приветствуем вас в Большом Зале Культурного Центра Московского Университета. На музыкальном вечере ректор Московского Университета приглашает. Сегодня в гостях у Московского Университета царисты Академии Молодых Певцов Государственного Академического Мариинского Театра с камерной программой 17-го Московского Пасхального Фестиваля. На сцене художественный руководитель Академии, народная артистка России, народная артистка Украины, заслуженный деятель искусств Польской Республики Лариса Абисаловна Гергиева. Дорогие коллеги, нам очень красивая девушка объявила, что этот концерт из цикла ректор приглашает. Предыдущие две недели назад первые выпускники факультета искусств, многие, наверное, из вас были на этом концерте, а сегодня для нас событие волнующее. Мы седьмой раз проводим мастер-класс. Лариса Абисаловна смотрит наших студентов факультета искусства, кто-то, кого-то она берет в Академию Мариинского Театра. Во всяком случае, для нас, для Московского университета, для Виктора Анатольевича, встречи с Валерием Абисаловичем, с Ларисом Абисаловым, это всегда большой праздник музыки. Для нас это, конечно, педагогический праздник. Сегодня Лариса Абисаловна у вас лишние часа работала с нашими студентами. Мы очень признательны и благодарны, потому что раз в году во время пасхального фестиваля наши мастер-классы входят в программу, мастер-классы Ларисы Абисаловны в культетельском, входят в программу пасхального фестиваля под руководством Валерия Абисаловича Георгиева. Мы рады приветствовать таких больших музыкантов, таких дорогих друзей, которых мы очень любим, с которыми мы сотрудничаем, и которым мы желаем творческих успехов, полета, силы, здоровья родным и близким. И передаем слово Ларисе Абисаловне. Она как руководитель сама представит своих ребяток и проведет этот концерт. Спасибо вам. Дорогие друзья, во-первых, хочу сказать, что мы очень рады выступать здесь, на этой сцене, и всегда такое особое волнение, как выбрать программу, чтобы с года в год мы могли слушать новые произведения, и я стараюсь представить и уже хорошо знакомых вам вокалистов, вокалистов, и обязательно кого-то из новых. Но Академия в этом году, надо обязательно сказать, имеет такой небольшой юбилей. В мае месяце исполняется 20 лет со дня создания. И за это время, наверное, вы знаете, очень много талантливых ребят, которые занимались в Академии, они сейчас являются гордостью нашей сцены Мариинской, много поют и за рубежом, и у нас в стране, и кто-то из них здесь пел. Мы проводим фестиваль в четырех разделах, вы, наверное, тоже знаете, звонильная, кровая, камерная и симпатическая музыка. В этом году на камерную программу выпала радость, честь выступать в 15 городах. В России это и большие города, и совсем небольшие. И вот мы очень рады, что наш маршрут лег на эти малые города, и мы познакомились в этом году с такими городами, как грусть хрустальная, и никак не ожидали встретить там такого просвещённого, действительно вот подвинутого зрителя, у которого есть прекрасный зал, прекрасный, скажем, инструмент. Это тоже очень важно. И вот узнали с удивлением, что там ведутся концерты, целые циклы концертов, в которых выступают замечательные музыканты, и хорошо известные у нас в стране и за рубежом. Вот буквально на днях мы уезжаем в Крым. И наш пасхальный тур заканчивается в городе Севастополь. Это 9 мая, уже какая-то традиция делать это у нас есть. И после этого возвращаемся в Баринский театр, на свой любимый четвёртый этаж, и где располагается молодая группа Баринского театра. И достаточно большое количество людей, их около ста, работает, стажируется, учится там. Ребята занимаются, участвуют в спектаклях, ездят на гастроли. И жизнь их настолько интересна и наполнена, но в то же время очень насыщена вот этими репетициями, занятиями. Ну, наверное, очень трудно им, но уверена, что всем очень интересно. И ни на какую другую жизнь они её не поменяли. Сегодня в программе нашего концерта звучат, как обычно, сцены, арии из опер, хиты, западноевропейской и русской оперной музыки, романсы и песни, народные песни. Я считаю, что оперный певец сегодняшнего дня, он должен уметь петь всё. И вот в этом направлении мы стараемся развивать своих ребят, а они у нас представляют все уголки нашей страны. И каждый раз в конце сезона мы делаем прослушивание. Я сейчас это говорю для молодых вокалистов, если они здесь сидят. Можно приехать к нам и прослушаться. И вот во время своего тура, проводя мастер-классы, я понравившихся мне ребят с потенциалом тоже приглашаю к себе. А сейчас мы начнём нашу программу, и в ней будет участвовать пять вокалистов. Все они из разных мест нашей страны. Я буду вас знакомить с ними. Программу начнёт сопрано Минасова Анжелика. Она приехала к нам из Москвы, она поёт уже спектакли, такие как Чёрча Сан, как Татьяна Вани, и не очень много в концертах участвует. Ездит на гастроли, уже была Галманинского театра не раз и за рубежом, например, на Венецианском фестивале Бела. В её исполнении мы услышим арию Вали из оперы Вали итальянского композитора Каталани, а за роялем заслуженный артист Алани Осетии Анатолий Кузнецов. Минасова Анжелика. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Звучит музыка. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка